В марте 1991 года в Лос-Анджелесе проходила традиционная церемония вручения премии «Оскар». Внимание журналистов привлекло, что среди номинантов были представители Советской России. Каково же было их удивление, когда получать «Оскар» за высшие технические достижения в сфере кино пригласили представителя научно-исследовательского кинофотоинститута Никфи. На сцену поднялся заведующий стереолабораторией Никфи Сергей Рожков. Идущая церемонии вышла на сцену в 3D-очках. Она обратила внимание публике на то, что диплом, который вручается вместе с «Оскаром», состоит из двух половинок для правого и левого глаза, и на него надо смотреть через стерео-очки. В дипломе было написано, руководящая роль Никфи в исследовании и внедрении идей объемного кинематографа обеспечила коммерческую жизнеспособность этой системы в Советском Союзе. Это достигалось путем постоянного усовершенствования всей системы киноаппаратов, полных наборов линз и проекционных систем. Никакая другая группа или отдельная личность не проявляла столь постоянной преданности в делу объемного кинематографа. В 1911 году наши с вами соотечественники стали одними из первых зрителей Европы, которые увидели стелескопические фильмы, или как сейчас принято называть 3D или 3D-фильмы. И это произошло в Санкт-Петербурге, на Девском проспекте. Открылся кинотеатр Танагра, где по немецкому патенту показывали фильмы с объемным изображением. И это было самое начало стереокино в Европе. Природа не случайно наградила нас парой глаз. Два глаза — это не роскошь, а средство видеть мир в трех измерениях. Переморгните, и вы убедитесь, что наши глаза имеют две точки зрения, несколько отличающиеся друг от друга. И только наш мозг соединяет два плоских образа в единую пространственную картину. Все кино начало распространяться по всему миру. И, в общем, принято как-то считать, что первые киносеансы платные были в Соединенных Штатах в 1915 году. Но, как мы с вами уже знаем, первые киносеансы все-таки были в Европе. В 1903 году братья Люмьер экспериментально показывали 3D или стереоскопический вариант прибытия поезда, тот, который мы с вами знаем, только не тот, который они показывали на первом своем киносеансе, а именно специально снятый двумя камерами по системе стереоскопической съемки. Левое и правое изображения проектировали друг на друга через красный и зеленый фильтры. Известно, что если смотреть через красный фильтр, красное изображение исчезает, а зеленое остается. И наоборот. Создатели-разработчики стереоскопического кинематографа шли разными путями, предлагались разные идеи. Был и такой метод, когда при проекции чередовались изображения для правого и левого глаза. От зрителей трудно было ожидать, что они смогут самостоятельно и одновременно быстро перемаргивать глазами. Эту непосильную задачу выполняли специальные устройства, работающие синхронно с проектором. В основном это были системы, связанные с показом фильмов в очках. Либо в красно-синих, либо в зеленых, красных, в любых, либо в поляризационных очках, которые наиболее известны сегодняшним зрителям. Новое — это хорошо забытое старое. С появлением поляризационных фильтров вспомнили про очковые методы. Ведь если повернуть один полироид по отношению к другому на 90 градусов, свет полностью гасится. Большое волшебство, не правда ли? Когда перед нашими глазами устанавливаются фильтры в таком же положении, как перед объективами кинопроектора, восстанавливается бинокулярное видение, так как каждый глаз видит лишь предназначенное для него изображение. В 20-е годы прошлого века практически во всех крупных кинематографических странах велись разработки систем стереоскопического кинематографа. В России тоже были такие разработки, но они не получили своего так называемого коммерческого применения, потому что то, что делалось и снималось, видели только разработчики. Но зрители эти картины не находили. И вот в 1940 году впервые массовый зритель увидел стереокино. Этот показ был организован в Малом зале кинотеатра «Художественный». Там был установлен специальный просветный экран, и для этого зальчика были сделаны две программы. Одну программу делал режиссер Птушко, которого больше все мы знаем как великого сказочника. А вторую программу делал Эгг, который, собственно говоря, много что нового делал в отечественной кинематографе. И все, конечно, знают «Путевку в жизнь» — первый звуковой фильм, и «Грудью Курнакову» — первый цветной фильм. И вот Николай Владимирович Эгг сделал и специальный цветной фильм для этого кинотеатра, для этого показа. А можно ли избавиться от очков? Можно, если использовать механическую решетку — растр, в зазоры которой уложить правое и левое изображения. Эту задачу решил советский изобретатель Семен Павлович Иванов, впервые в мире возложивший функцию разделения изображений на сам экран. И вот Иванов в 1935 году решил эту техническую задачу и в 1937 году получил патент на экран с перспективным растром, который и был реализован уже в 1941 году. Когда Иванов делал свои эксперименты с этим экраном и с первыми съемками, на студии Горького, или, как она тогда называлась, «Союз детфильм», работал по совместительству киномеханик Сталина. Естественно, что Сталин услышал от этого киномеханика историю о том, что там какой-то чудак придумал нечто такое, что, сидя в зале, птички вылетают с экрана, лампочки висят невыключенные в зале, окна открываются с экрана прямо с творками в зал, и вообще, так сказать, вода льется, и происходят всевозможные чудеса. Сталин захотел увидеть это, и вот легенды по-разному рассказывают. Ну, конечно, те, кто любит очень серьезный детектив, говорят, так, Сталин снял трубку, позвонил Лаврентию Мерию, Лаврентий Мерия сгреб Иванова вместе с экраном, привез Кремль, посадили Сталина, и Сталин, так сказать, довольный смотрел этих птичек, лампочки и окна. Ему это безумно понравилось, и естественно, что было принято решение, что это должен видеть советский народ. Таким образом, с подачи главного кинозрителя страны, с телескопическому кинематографу, был дан зеленый свет. И Иванов получил, во-первых, возможность работать, во-вторых, он получил возможность, естественно, финансирования этого проекта. А проект был действительно очень дорогой, потому что нужно было создать гигантский растровый экран. И вот однофамилец Семен Павловича Иванова, изобретатель стереокино и стереоэкрана, Борис Тимофеевич Иванов, взялся за разработку такого экрана, спроектировал этот экран, и он был установлен в кинотеатре «Москва» на площади Маяковского. Экран уникальный, экран необычный, безумно тяжелый, но зрелище, которое там происходило, поражало всех. В первом стереокинотеатре, удивлять так удивлять до конца, был придуман экран высотой аж целых 5 метров, но шириной 3 метра. Почему такой экран? Почему такая пропорция? Это было связано с размером кадра. Нужно было снимать два кадра правого и левого ракурса на обычный кадр обычного размера, обычного формата. Вообще это триумф советской кинотехники, потому что ни одна страна мира за всю историю развития стереоскопического кинематографа не может и до сегодняшнего дня сказать, что у нее есть стереокино, в котором зрители могут смотреть без очков объемное изображение. И это была наша страна. Специально для нового кинотеатра снимался новый стереофильм. И созданием этого фильма занимался тот человек, который потом посвятил, собственно говоря, практически всю свою жизнь стереоскопическому кинематографу, периодически приходя в него, уходя из него и продолжая работать вместе с Ивановым и Семеном Павловичем, и Борисом Тимофеевичем, усовершенствовать систему стереосъемки, разрабатывая новые улучшенные конструкции экрана, это Александр Николаевич Андреевский. Александр Николаевич Андреевский – прекрасный режиссер, с одной стороны, с другой стороны, энтузиаст стереокино, и второй его напарник был Дмитрий Васильевич Суренский, оператор, который всю жизнь практически потом снимал стереофильмы. Он, кажется, не только стереофильмы снимал, снимал фильмы сказки на студии Горького, но все-таки в историю кинематографа, мирового кинематографа и в историю стереокино, конечно, Дмитрий Васильевич Суренский вошел как первый шеф-оператор стереофильма, и этот первый стереофильм назывался «Концерт». Вообще, как-то повелось, что все стереофильмы и вообще все стереоэксперименты проводились в Крыму. Вот в Крым они и поехали. Что происходило вообще на площадке? На площадке происходили, конечно, чудеса. Камера с объективом должна была смотреть на тех, кого она снимает. А здесь все происходило наоборот. Камера стояла боком к объекту, оператор смотрел в сторону, так сказать, противоположную съемке. Никто не понимал, что происходит на самом деле, а происходила на самом деле очень простая вещь. Стояла двухзеркальная насадка под углом 45 градусов, которая, собственно, и снимала сцену. А с стороны, конечно, смотрелось смешно. Вторые съемки происходили в Гроте, в Пушкинском Гроте, в Гурзуфе. Там снимали эпизод с Яхонтовым, который читал поэму хорошо. Это было на скалах, очень красивое место. И получалось так, что Яхонтов как бы стоял в зале. За счет того, что стереокино позволяет создавать вынос объекта в зал, или получать так называемый отрицательный параллакс, так и был снят Яхонтов, который как бы стоя на скале, которая выходила в зал, и он читал поэму хорошо. Никогда не было так хорошо. Когда Андреевский с Суренским поехали в Крым, они взяли с собой две камеры. Это не от того, что они снимали двумя камерами, как сейчас принято снимать. А они снимали, потому что стереофильм первый снимался в двух вариантах. Он снимался черно-белым и цветным. В то время существовала так называемая двухцветная технология цветного кинематографа, которая успешно применялась во всем мире. Была наша отечественная разработка. Вот эту отечественную разработку и использовали для съемки цветных эпизодов этого фильма. Птички, которые пролетают мимо ваших ушей, вылетают на экран. Птички, которые вылетают с экрана, кружатся перед вашим носом, улетают обратно. Вот это самое сильное зрелище, которое впервые появилось в фильме-концерт. О стереоптичках надо рассказать отдельно, потому что стереоптички — это отдельные песни и отдельные истории. Вообще, очень наблюдательные зрители, даже современные зрители, задают такой вопрос. А почему все время вот эти волнистые попугаи снимаются? Ответ очень простой. Потому что простые воробьи за эту смету или за этот гонорар не хотят садиться на ветки. А вот волнистые попугаи, они как-то так привыкли. Либо они летают, либо они садятся на ветку. И вот это вот ощущение, как будто вот крылом тебе по уху задели, а она пролетела туда. Потом летит, и тебе хочется отвернуться, потому что она летит на тебя. Вот это было удивительно совершенно. Но как заставить птицу летать в плоскости экрана, перед экраном и улетать назад? Вот это нужно было придумать. Декорации были завешаны сеткой. Но сетка была сделана так, что она максимально, максимально приближалась к самой декорации. То есть так, чтобы ее только не видела камера. Сетка была сбоку, справа, слева. И мало того, она как бы сходилась к объективу камеры, то есть как бы конусом. В центре кадра, в центре декорации ставили специальную коряшку или какой-то сучок, который, естественно, уже по определению стереоскопии, по расчету стереографа выходил на отрицательный параллакс, то есть выходил в зал. И понятно, что всякая тварь, садившаяся на кончик этого сучка, она хочет, она этого не хочет, она выходила бы в зал и сидела бы в зале. Зритель, который сидел в зале, ощущал практически вот здесь у носа этот сучочек. Я септичку засорился, вот он смотрел сюда. Но это было придумано-то в 1940 году, в 1940 году, прошлого века. А пользуется этим до сих пор. Наверное, если бы не были бы эти идеи тогда придуманы и тогда разработаны, и такой колоссальный аспект, наверное, бы аватара не было. Потому что, в общем-то, если говорить серьезно, то не было бы концерта, который действительно из всех стереофильмов, которые были сняты до 1940 года во всем мире, был выдающимся событием. Выдающимся событием не только по той причине, что это был первый в мире фильм, который был показан в стереокино без очков, и зрители Смайли, без специальных приборов. Это был, наверное, первый стереофильм, который был сначала сделан на бумаге. Все это было рассчитано. Все это было уже придумано и увидено создателями, и потом реализовано. То есть на этой картине отрабатывалась вообще вся технология съемки стереофильмов, получения заданного стереоэффекта. Не просто, что получится, а именно, что нам надо. Вдруг из-за бьющего фонтана на нас начинает выдвигаться огромный стеклянный шар, и он выезжает в зал, зависает над зрителями, и зрители с ужасом видят, как над их собратьями впереди сидящих рядов, с этого шарика сейчас упадет большая-большая капля воды. И каждый сидящий ощущал, что эта капля упадет не на него, но на впереди сидящего. Это было зрелище, конечно, фантастическое. И вот эти эффекты, когда продуманный эффект, когда эффект заранее спланированный, не просто, о, вылеты, вот вылеты, 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 некоторые, нам бы побольше вылетов. Дело в том, что ведь надо подумать и о глазах, и подумать о зрителях, потому что не все вылеты хороши. И не всегда можно правильно показать выходы в зал, так, чтобы потом не болела голова. 4 февраля 1941 года на площади Маяковского, а сохранилась фотография, удивительная фотография, которая была именно снята в этот день, 4 февраля 1941 года у кинотеатра «Москва». Толпа людей, первых зрителей, которые пришли смотреть первый стереоскопический фильм-концерт, который шел практически на 12 сеансах ежедневно. И до начала Великой Отечественной войны, то есть до 22 июня, кинотеатр «Москва» посетили официально по билетам полмиллиона зрителей, которые смотрели стереокино без очков. Был снят второй фильм. В апреле месяце Дмитрий Васильевич Суренский, оператор, постановщик, и Александр Николаевич Андреевский, режиссер-постановщик, выехали в Крым для того, чтобы снять уже не просто фильм-концерт, а снять игровую картину, стереоскопическую, для показа на растровом экране без очков. То есть это был фильм «Неутомимый рыболов». В главной роли снимался великий клоун-карандаш Михаил Николаевич Румянцев, а это настоящее имя и фамилия карандаша. За несколько дней до начала Великой Отечественной войны на ночном просмотре этот фильм был неоднократно прокручен на растровом экране в кинотеатре «Москва», и было принято решение в первых числах июля его выпустить в прокат. Снимались еще ряд стереофильмов, которые должны были создавать целую стереопрограмму, но всем этим планам не суждено было сбыться. Началась Великая Отечественная война, и стереокино закрыли. Но это было совсем недолго. Уже в 1942 году Семен Павлович Иванов, Александр Николаевич Андреевский, Дмитрий Васильевич Суренский, Борис Тимофеевич Иванов и их коллектив начал работы продолжать. Была выдвинута идея создания не проволочного экрана, а создания линзово-растрового экрана, более качественного, более технологичного, который позволял бы, во-первых, удешевить работы, во-вторых, облегчить сам экран, и, в-третьих, в общем-то, задача была простая. Разработать технологию и методологию создания массового выпуска экранов, что, собственно говоря, было и сделано. И после войны было принято решение создать уже не просто такой вот кинотеатр экспериментальный, а создать постоянно действующий кинотеатр, и на площади свернуло в здание «Восток кино». Угол привыкающей гостиницы «Москва» была гостиницей «Интерконтиненталь», потом там сделали «Восток кино», а потом «Восток кино» превратился в кинотеатр, который назывался «Стереокино». И уже в первых числах февраля 1947 года на этом экране начали показывать фильм «Робинзон Крузо». «Робинзон Крузо» В 1942 году, то есть во время войны практически, появилась идея попробовать сделать рисованную анимацию или мультипликацию, как там было принято, в Советском Союзе называть, для стереокино. Начались разработки. В 1943 году уже, так сказать, эти разработки были полным ходом, и в 1944 году уже был отчет о этих работах. Мало того, были пробы сделаны, то есть были раскадровки сделаны, были сделаны стереопары и в цвете, именно в цвете для стереомультипликации. И вот в 1948 году выходит фильм «Кристаллы», первый в мире научно-популярный стереоскопический фильм, в котором не только рисованная анимация, но и кукольная анимация. По ходу действия там ведущий фильма, который расскажет нам про кристаллы, он как бы превращается, уменьшается в миллионы раз, и он входит в кристаллы, и дальше начинается рассказ история про кристаллы. Так вот, часть его путешествия по кристаллам сделана в виде куклы. Это черно-белая часть фильма. А вот цветная часть этого же фильма, она была сделана в рисованной мультипликации. Это 1948 год. Советский Союз. Цвет. Мультипликация. И Вол Дисней только 1953 год. То есть мы опередили Диснея до целых пять лет. Катастрофа. Все приходит в беспорядочные движения. Тающий участок кристалла разрушается. Молекула за молекулой покидают свои места, собираются в капли жидкой воды. Постепенно из множества капель образуется поток. Все эти фильмы, и фильм «Кристаллы», и фильм «Карандаш на льду», который вместе с кристаллами шел, и «Солнечный край», который открывал эту программу в системе стерео 3510 на 10, они снимались на студии стереокино. Студия была создана специально в 44-м году под руководством Александра Николаевича Андреевского именно для создания стерео-силейки. Сравнение на два! Как поднять? Нет, поднять! Привольно и весело живут в своих здравницах советские дети. Какие у нас веселые и смелые наследники. Вот они идут по бревну и ничего не боятся, хотя могут упасть к нам прямо в зал. И вот была создана киностудия стереокино. Она проществовала недолго. С 44-го года по 48-й год. Собственно, на этой студии был снят «Робинзон Крузе», на этой студии был снят фильм «Машина-22-12», на этой студии был снят фильм «Солнечный край», «Кристаллы» и фильм «Карандаш на льду». «Карандаш на льду» и фильм 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 «Карандаш на льду». Кадрик сам по себе был маленький, 10 на 10, и опять-таки все-таки он был квадратный. А пленки тогда, к сожалению, были еще все-таки не очень качественные. И увеличение такого мелкого изображения на большой экран, конечно, было нежелательно, да еще в стереотену. Поэтому стали работать над системой, которая бы позволила использовать полную площадь кадров. И эта система получила название «Стерео-35 кадр над кадром». Была она разработана в 1950 году. Уже в 1952 году был снят фильм «Валлеях парка». Это был экспериментальный фильм, но он оказался удачным. И это тот случай, когда экспериментальный фильм был выпущен в прокат. И это, наверное, спасло эту картину. По существовавшим тогда законам фильма, выходившие в прокат, в обязательном порядке, исходные материалы сдавались на государственное хранение в госфильму «Фонд СССР». Поэтому фильм «Валлеях парка» сохранился и недавно был восстановлен. В нем ничего нет такого удивительного и выдающегося. И в то же время этот фильм выдающийся, знаете, в чем? В том, что это стереоскопическая съемка «Парка культуры и отдыха» имени Максима Горького в Москве, который уже ни одно поколение просто не видело. Это парк культуры, снятый в 1951-1952 году. То есть те аллеи, те пруды, те ландшафтные части парка, которые с годами были перекроены, застроены, изменены до неузнаваемости, и которые уже, конечно, восстановить в том прежнем виде, в котором они были первую половину XX века, совершенно невозможно. Но в этом фильме можно посмотреть, по крайней мере, можем посмотреть эту картину и порадоваться тому, в каком чуде наши дедушки и бабушки, и прабабушки гуляли, так сказать, отдыхали. И как это было красиво, чисто и нарядно. В этом же году был сделан уникальный совершенно эксперимент, который, к сожалению, до сих пор не повторялся в мировом кинематографе, в стереоскопическом кинематографе. Был снят фильм «Олека». Это экранизация оперы Сергея Васильевича Рахманинова. Все знают, что экранизировать оперу очень трудно. А здесь была сделана попытка экранизации оперы, да еще в стереоскопическом варианте. Надо сказать, что, в общем-то, экранизация достаточно удачная. И уж хотя бы потому, что в 1954 году, буквально через год после выхода его на экраны стереокинотеатров Советского Союза, он вышел на экраны стереокинотеатров Соединенных Штатов. Его любовь, и во мне, в ней по нанес мне, в ней в тот, что сердце вместе просит. По системе 35 кадр над кадром было снято достаточно большое количество фильмов. И дальше началась история новой системы стереокино, которая получила название «Стерео-70». В Москве, во Всесоюзном научно-исследовательском кинофотоинституте, под руководством кандидата технических наук Андрея Григорьевича Болтянского и научного сотрудника Нины Алексеевны Овсянниковой создан метод «Стерео-70». Но между началом «Стерео-70» и завершением истории «Стерео-35 кадр над кадром» вклинивается советская система широкоэкранного стереоскопического кинематума. Был снят фильм «Вечер в Москве» с Олегом Поповым, солнечным клоуном, как его тогда называли, и он шел в течение года в кинотеатре «Рекорд» в большой спортивной арене. В общем, достаточно с большим успехом, но возникли некоторые проблемы. Во-первых, еще была до конца не разработана теория восприятия на широком экране стереокино. Это раз. И во-вторых, конечно, проблема проката. Когда в Москве в 1967 году открылся кинотеатр «Октябрь», то открылся он не весь, а открылся только большой зал. И вот в этом кинотеатре был запланирован зал стереокино, который оснащали по системе «Стерео-70». Но к этому времени вернулись к идее реставрации системы «Стерео-35-19», по которой снимался «Робинзон, Крузо и машина-22-12». И был снят стереофильм, опять-таки, Эком Николая Владимировича «Человек с зеленой перчатки». К открытию стереозала в октябре был изготовлен новый линзово-растровый экран, на котором максимально комфортно было смотреть стереоизображение без очков. И вот 29 апреля 1968 года в кинотеатре «Октябрь» в малом зале прошла премьера фильма «Человек с зеленой перчатки» Николая Владимировича Эка. А на следующий день, 30 апреля, прошла премьера фильма «Дет и да», который был снят уже по системе «Стерео-70». Наша система называется «Стерео-70», потому что мы снимаем на 70-мм пленке. На пленке мы имеем два кадра, которые каждый соответствуют правому и левому глазу зрителя. И здесь тоже шел эксперимент. Эксперимент шел, то, что называется, на выживаемость, на конкурентность, на тот, кто кого победит. Ребята, мы сегодня с вами разыграем ценнейшие подарки. Среди них баян, аккордеон, телевизор. Но главный подарок какой? Фиральная машина. Нет. В дозыгл. Нет. Главный подарок – пионино. Фильмы шли таким образом. Значит, 29-го числа на экране кинотеатра «Октябрь» целый день показывали фильм «Человек с зеленой перчаткой». На следующий день на этом же стереоэкране, без очков, показывали фильм «Нет и да». А на следующий день после этого перед экраном Растровым из специального трюма поднимался алюминированный экран. И показывали фильм «Нет и да» на экране, уже не размером 4 метра на 3, а на экране размером 6 метров шириной, с полизационными очками. То есть в очках. Надо сказать, что за время показа оба фильма были показаны 450 раз. Проводились замеры износа копий. И выяснилось, что буквально к сотому сеансу пленка по системе 3519, то есть с одной перфорацией на кадр, приходила в полную негодность. Во-первых, она царапалась по краям. Во-вторых, она рвалась. 300 сеансов, которые по нормативам полагались на пленку, она не выдержала. Таким образом, после окончания вот этого вот марафона, окончательно утвердилась система стерео-70. Дата перехода на систему стерео-70 известна абсолютно точно. Окончательного перехода это 1 октября 1968 года. Именно в этот день начал демонстрироваться бестселлер советского стереокино, фильм «Таинственный монах». Почему это бестселлер? Потому что это картина, которая умудрилась продержаться в прокате 10 лет. Чего ты? За красных они или за белых? Руй до горы. Есть хлеб от красных! Лезь не лезь! Попрятан по дворам! И путь как был, он так и есть! 16 килограмм! А ну давай отсюда, береги! Это был такой вестерн на революционную тему, очень хорошо сделанный, с хорошим темпо-ритмом, с хорошими съемками. И вот эта картина шла, но уже не показывали ее на растровом экране. Она шла только с очками. Поэтому мы можем точно сказать, что в Москве стереокино, так сказать, растровое, без очковое, прекратило свое существование 1 октября 1968 года. Поскольку растровый экран был жестко вмонтирован к стене, и, собственно говоря, вообще-то его вносили в зал еще, когда крыши не было, потому что его нельзя было внести через проходы и через двери, вот, он был вмонтирован в стене, просто подняли обычный экран, и так он и провисел до практически нулевых годов уже нашего века, когда была реконструкция кинотеатра «Октябрь» началась. И, видимо, конечно, экран, ну, я не знаю, я не узнавал, но, наверное, экран просто разбили, когда делали демонтаж этого зала. Сейчас этот зал, когда, как говорят, поклонись всякоходящей, когда вы приходите в кинотеатр «Октябрь» во второй зал, то есть зал, который теперь называется «Зал Аймакс», «Войдите туда», вот, это тот самый зал, где последние зрители советские видели фильмы «Без очков». Успех системы «Стерео-70» был фантастический, почему? Потому что сразу же, сначала кинотеатр «Москвей». Он работал достаточно долго в гордом одиночестве, и потом сразу как прорвало. Сочи. Всемирно известный курорт. Вместе с отдыхающими давайте посетим кинотеатр «Стерео». Это оказалось не так просто. Зрительный зал завидно заполнен на каждом сеансе. Демонстрация фильмов осуществляется полироидным методом. В Сочи, в Киеве, в Алматы, и пошло, 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 один километр за другим. В Ленинграде, на Петроградской стороне, вскоре откроются двери необычного кинотеатра. В фойе уже заканчиваются последние приготовления. Расстилаются ковры, развешиваются картины, укрепляются люстры. Красивые фойе. Кинотеатры «Стерео» и «Стерео» и «Стерео» и «Стерео» и «Стерео» и «Стерео» и «Стерео» открывались и за рубежом. И за рубежом открывались не только в соц. странах, но и в серьезных капиталистических странах. Два надо. Два? Что у девушки в «Спартак» играет, один билет за два идет. Дери, Лю standpoint, первый раз, а я достану. У нас за весь советский период существования «Стерео» и «Стерео» было снято 65 стереоскопических фильмов. То есть практически каждый год снималось по «Стереофильму». И надо сказать, что несмотря на то, что кинематограф пленочный потихонечку уходит, особенно в «Стереокино» и переходит на цифру, система «Стерео» и «Стерео» как раз оказалась живучей, Почему? Потому что в системе стерео-70 основная ее главная часть — это оптическая часть системы. А вот то, на что снимается, это уже, так сказать, носитель. Поэтому она, созданная для широкоформатной аппаратуры, совершенно спокойно сейчас используется с такой камерой, как Phantom 65, цифровая, которая имеет те же параметры широкоформатного кадра, как в обычном широкоформатном кино, только запись производится изображением. На кинопленку она, цифру, система стерео-70 показала, во-первых, высочайшие параметры качества, во-вторых, она показала огромные возможности с точки зрения использования оптики, с точки зрения комфортности работы, с точки зрения получения максимального эффекта. Это раз. Во-вторых, она стала как бы базовой системой, потому что много на Западе аналогов появилось, в основе которой лежат разработки системы стерео-70. И как квинтэссенция, так сказать, как высочайшее признание достоинства этой системы было вручение технического «Оскара» в 1991 году системе стерео-70 за выдающееся качество этой системы. Ни одна система стереоскопического кинематографа в мире не получила такого ранга награды. «Ряд 13-й! Место 195! Здесь! Я! Я!» Очень бы хотелось, чтобы стереоскопическое кино все больше и больше завоевывало наши сердца, но чтобы оно завоевывало наши сердца своим выдающимся качеством, интересными сюжетами, прекрасно снятыми планами, чтобы это был технологически качественный продукт, который бы не вызывал у нас болезненных ощущений. И очень бы хотелось, чтобы стерео-кино было настоящим кино, которое мы любим и которое наши дети и внуки и правнуки будут вспоминать, так же, как мы вспоминаем советские стереофильмы. Сегодня мало кто знает, что стерео-кино, которое смотрели наши бабушки и дедушки, и новомодное 3D-кино, которое смотрим мы, это одно и то же. Почему, получив технический Оскар и мировое признание, мы не стали совершенствовать и развивать уникальные отечественные разработки в области трехмерного кино, а наоборот, все, что имели, растеряли? Почему в начале 70-х годов прекратило существование безочковое стерео-кино? Дело в том, что для изготовления чуда-экранов требовалось идеально ровное стекло больших размеров. А на тот момент не только отечественная, но и мировая промышленность не могла произвести стекольное полотно шириной более трех метров. А когда эта проблема была решена, создатель уникальной технологии и главный инициатор безочкового кино Семен Иванов умер, а его ученики и последователи не смогли побороть чиновничье сопротивление и консерватизм. И вот сегодня мы вынуждены смотреть объемное 3D кино в очках, а Голливуд как новинку преподносит нам технологии более примитивные, чем были освоены в нашей стране 70 лет назад. Продолжение следует...